В Одессе состоялась очередная сессия городского совета. Среди принятых проектов решений, передача из коммунальной в частную собственность 50 объектов, узаконивание уже построенной многоэтажки в частном секторе в районе улицы Рихтера, материальная помощь СБУ и новый транш на так называемую новую мэрию на улице Косовской. К слову, именно ситуация с бывшим заводом Краян, а также законность такого образования, как муниципальная охрана, вызвали вопросы у народного депутата Украины Мустафы Наема, который посетил сессию городского совета. Подробнее в нашем сюжете. В Одессе состоялась очередная сессия городского совета. В принципе, на ней не было ничего такого, чего не происходило раньше. Передача коммунальной собственности в частные руки, строительство высоток вместо и на месте рекреационных объектов, материальная помощь силовым структурам, а также выделение средств на здание новой мэрии на бывшем заводе Краян. К слову, именно Краян стал одним из поводов обращения к городскому главе и депутатскому собранию нардепа Мустафы Наема, посетившему сессию. Что касается строительства Краян под европейскую мэрию, я, возможно, помиляюсь, но из того, что я слышу от коллег, которые сидят в этом зале, и в том числе от работников администрации, что все еще идут спроби выделять деньги на ремонт цей будиль. Знову ж таки, это ваше право выделять деньги, оголошивать тендеры. Но на данный момент идет криминальное провадение по цей будильной, в которой уже есть ухвала суду, в котором конкретно написано, в чома подозревается и чему это было порушено. Я нагадаю, воно было порушено с причин, что где-то в этой будильной, в этой городе, в том, что на высших посадках мэрии так или иначе причетны к зловживанию и привлечению государственных денег, то есть ваших денег, денег граждан. Кроме того, нардеп поднял вопрос о действиях муниципальной охраны, особенно в отношении активистов, которые так или иначе выступают против деятельности мэрии. Мустафа Наем отметил, что муниципалитет волен создавать любые муниципальные органы, однако превращение их в силовой инструмент недопустимо. Дальше, собственно, все заседание пошло понакатанное, начиная с обсуждения регламента. К слову, проект решения по этому вопросу был вынесен отдельно, но не нашел понимания в депутатской массы. Вот на сегодняшнюю сессию было вынесено за 20 дней 60 вопросов. Из них в дополнительную повестку дня в виде поправок, которые являются как бы решениями, было внесено, уже исключая регламент, сроки упущенные согласно регламенту, 21 вопрос. Это порядка где-то около 30 процентов всех вопросов, причем они носят характер именно отчуждения коммунальной собственности, земельных правоотношений и вопросов градостроительства. Поэтому мы предлагали внесение изменения в регламент, в части, касающие запретить такие, ограничить, вернее, подачу таких вопросов именно этих, этой категории вопросов по времени, которое не предусмотрено регламентом Одесского городского совета. Обратите внимание, как нарочито не обращают внимание Геннадий Труханов на поднятую руку депутата Гиганова. О внесении дополнений в регламент Одесского городского совета. Прошу голосовать. Я вам предоставлю слово сейчас. Проголосуем, продоставлю. Я не думаю, что сейчас он на что-то повлияет. Очень любопытно выглядел факт решения депутатов оказать материальную помощь СБУ. И не просто так, а на борьбу с терроризмом. Любопытно хотя бы потому, что кажется, это было последнее силовое ведомство, не охваченное доселе благостями городских властей. До того уже помогли миллионами и полиции, и прокуратуре. И вот теперь пять миллионов СБУ. Причем помогли те, кто самые последние в Украине признали факт существования террористических образований ЛНР и ДНР. Зато вроде как теперь как-то и неловко будет бороться СБУшникам с проявлениями материальной поддержки террористов внутри самой мэрии, когда она, например, предоставляет льготы на автостояночный бизнес любителям русского мира. Но самым красноречивым и показательным, если так можно сказать, был четвертый пункт повестки дня, а именно передача в частные руки путем приватизации или аренды из коммунальной собственности 50 объектов, принадлежащих до того громаде, причем безо всякого аукциона. Я хотела бы обратить внимание коллег, что на эту сессию с нарушением срока, установленным регламентом, выносятся более практически 50 вопросов о чужине коммунальной собственности в пользу арендатора. Похоже, что даже неясный призрак возможных будущих аукционов так напугал инициаторам их внесения. Ну, значит, все. Я на правильном пути, если можно так сказать. Напомню коллегам, что я последовательно выступаю за прекращением массового разбазаривания коммунальной собственности по дешевке. Знаете, вспоминается фраза, чтобы продать что-нибудь ненужное. Нужно сначала купить что-нибудь ненужное. Ну, вопрос таков. Разве эта коммунальная собственность не нужна громаде, не нужна одесситам? Я тоже предлагаю коллегам воздержаться от голосования по этому вопросу, потому что с нарушением сроков регламента внесены порядка 50 объектов. Внесены они были позавчера. И когда вчера на согласительном совете мне было сказано, что все желающие сумели ознакомиться с документами и получить для себя ясность в принятии решений по сегодняшнему голосованию, то я вам отвечу следующее, что вчера после согласительного совета у меня это заняло, наверное, 40 минут. В начале квест «Найди документ и потом с ними ознакомься». Я не знаю, все ли присутствующие действительно с ними ознакомились. Поэтому предлагаю все-таки воздержаться от голосования по этому вопросу и впредь не нарушать регламент Одесского городского совета. Несмотря на выступление ряда депутатов, проект этот был принят. Из него исключили только детский сад на Сигецкой. Покупка для сирот квартир по завышенным ценам у строительной компании близкой городскому голове. Узаконивание построено без документов в высотке на улице Рихтера, бывшей Щерсы, угол переулок Светлый. Решение о переезде известного медицинского учреждения с улицы Веры Инбер в 20-ю поликлинику и соответственно передача старинного особняка в аренду с последующим землеотводом и застройкой территории высотками. Сдача в аренду земли под памятником архитектуры на Гоголя 4. Вот немногие из тех решений, которые были приняты на июльской сессии городского совета. Так что на этот раз депутатское собрание действительно пошло на своеобразный рекорд и нынешнее заседание продлилось пять с половиной часов и посидели. Явно не зря очередной дерибан Одессы торжественно состоялся.